Но он не только это знает. Он вас помнит во всех ваших прошлых жизнях. Он все-все про вас знает. И знает, что вам нужно, и знает, чего вам не хватает, чтобы это было. Понимаете? Мы его недооцениваем. Некоторые вообще Бога считают, что он забывчивый. Они просто-просто повторяют, повторяют, повторяют ему много раз. Знаешь, машина, машина. Вот. Вот. Я разок в интернет сбросили такой, как бы, хомячок такой стоит. Хомячок такой, вот руки вот такие сложные. Ну, так, знаете, хомячки так иногда стоят, руки сложные, такой. Стоит и подпись такая. Господи, дай мне толстый кошелек и тонкую талию. Смотри, не перепутай. Ну что, он же может перепутать, забыть. Понимаете? Вот у нас такое отношение к Богу. Поэтому глянчим у него, просим, просим. Понимаете? Поймите, что это бессмыслица, просто бессмыслица, потому что Бог никогда ничего не жалеет для нас. Вот, допустим, если девушки, вот девушка отработала свою плохую карму, и ей положен муж, вот сейчас. Через секунду она знакомится. Никогда никакой задержки, ни в чем. Такого нет, что положено, но не получать. У Бога такого не бывает. Поэтому, если мы что-то не имеем, значит, мы не положено нам. Теперь вопрос, что делать? Надо понять, есть только два варианта. Или делать добрые дела, это поможет. Или прославлять Бога. Или любовь помогает к людям, или любовь к Богу помогает. Ну, то есть, делай добрые дела. Люби людей, получишь, сожжешь судьбу. Люби Бога, еще быстрее судьбы. А Бога любить, означает его прославлять. Спасибо, Господь, спасибо, Господь. Понимаете? Радоваться ему, любить его. Любить природу, любить людей, друг друга любить. Молитва означает прославление. Поэтому есть два типа молитв. Есть молитва познания, когда человек писал, мы читает. Намаз читает. Как бы... Он познает мир. Это молитвы улучшают настроение. Человека на день настраивают хорошо. Но есть молитвы, побеждающие судьбы. Они состоят только из одного слова. Богу хвала. Альхамдулили, альхамдулили, альхамдулили. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. То есть, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Богу хвала. Все, тогда идет победа, потому что ты прославляешь Бога и усиливаешь с Ним отношение любви. В это время у Него устанавливаются с вами личные отношения. Он начинает сжигать вам карму и давать вам то, что надо. Он причем знает то, что надо давать. Он даст именно то, что вам надо, а не то, что вы хотите. Потому что это большая разница в этом. Иногда человек хочет прямо противоположного. Вот, например, женщине сейчас надо развиться как личности, а потом замуж за более лучшего человека. Она хочет прямо сейчас замуж. И он ей не дает, если она его хвалит. Она просит, а он не дает. Она хочет, а он не дает. Она думает, я же тебя люблю, Господь. Почему же? А вот почему? Потому что ты еще не развилась. И тебе положен лучший человек. Я тебе хочу лучше дать, но ты пока не развилась. Развивайся. Подожди чуть-чуть. Но если она капризничает, прямо дай мне мужа, дай мне мужа. Он говорит, ну на. Ну а какого он даст? Какого? Положено. Я такого не хотела. Ну а он что-то хотела. А что заслужила, то и получила. Вот как надо. Надо аскез совершать. Чуть-чуть подождать, и будет лучше. Не надо торопиться. Прославлять Бога нужно. Забыть про себя. Когда человек забывает про себя, он сжигает карму. Когда мы бежим за счастьем, счастье убегает от нас. Когда мы забыли про себя, служим Богу, отдаем счастье другим, счастье бежит за нами. Хватает нас. Знаете, что люди настоящие, им не нравится религиозный транс. Духовный транс – это самое высшее состояние счастья. Я просто читал в летописи, человек, допустим, молится Богу, входит в транс. Счастье начинает на него нахлынуть. А он не может молиться Богу, потому что слишком много счастья. Оно накрывает его. Он даже не может слова сказать молитвой. И он такой проклинает счастье. Он хочет молиться, а его счастье мучает. Понимаете? Человек, который хочет служить, его счастье мучает. Он как бы отстанет меня, я хочу служить. А люди бегут за счастьем, счастье убегает. Счастье – это супруга Господа. Это энергия Бога. Понимаете? Она никогда тебе не будет принадлежать. Она принадлежит только Богу. Если ты служишь Богу, она тебе будет радоваться, тебе и к тебе будет приближаться. И если ты хочешь себе счастья, она тебе будет убегать. Все? Вот такой принцип. Ничего не проси. Хвали Бога, придет счастье. Будешь спросить – ничего не получишь вообще. Пример такой. Вы готовите пищу своему сыну. Он приходит – мама, хочу кушать. Он говорит – сейчас я готовлю, сынок. И он приходит потом – мама, ты такая хорошая, я тебя люблю, мама, я тебя люблю. И вы думаете – ой, как хорошо я готовлю. Ты такой хороший сынок. Вот. Теперь он приходит – мама, я хочу кушать, мама, я хочу кушать. Он говорит – да ты меня достал. А если она четко открываетесь – мама, я хочу кушать, мама, я хочу кушать, мама, я хочу кушать на вас. И тупой взгляд такой. А еще с таком. Мама, я хочу кушать, мама, я хочу кушать, мама, я хочу кушать. Господи. Понимаете? То есть это не любовь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.